всем привет сегодня еще одно пополнение коллекции из лепс оптики на самом деле оправа у меня уже подобное есть оправа лепс бай лепс но скажем так это обновленный вариант и старый образец больше не выпускают теперь вот новый стандарт так сразу начнем во первых понравилось как переделали футляр это просто офигительный футляр стал вот по сравнению с футлярами старого образца надпись стала рельефный такой ну и сам футляр более качественно сделан он прямоугольной формы и и сразу откроем его вот видим очки стал логотип немножко другой он теперь блестит в то время как на футлярах старого образца был вот такой вот логотип гамма более приятная но это салфетка естественно для протирки и и я вытаскивать не буду что самое главное футляр стал наконец-то стоять в открытом состоянии то есть можно выставить на показ очки там за стекло например прямо вот так вот в футляре в отличие от старого образца футляра он никак не хочет стоять потому что нету подходящей точке внизу и форма у него другая скругленная в общем понятно все с футлярами перейдем к оправе так лепс болепс значит нового образца и вот старого образца видим что новые лепс болепс во первых они шире и во вторых окуляры больше если у этого варианта диаметр окуляров составляет 51 миллиметр то здесь 53 миллиметра и собственно почему я решил взять эти потому что откровенно говоря вот с этими немного лоханулся они мне узковаты а вот эти вот как раз вообще эти во первых более более качественно сделаны то есть я думаю даже так видно так перейдем к отличиям на новых лбл появилась гравировка на козырьках good luck на самом деле не знаю чем руководствовались дизайнеры и почему именно good luck может быть как бы они хотели сказать то что фирма желает вам удачи спасибо за покупку все дела чтобы всегда было напоминание об этом так следующее отличие в том что сейчас секунду фокус сбился а вот в креплениях здесь болты здесь у нас сделано штырями то есть конструкция думаю понятно вот к этой штуке к дужке самой проделаны штыри которые продеваются сюда и кстати говоря с одной стороны конструкция имеет преимущество с другой недостатки вот у меня это душка вылетала однажды случайно я немножко неаккуратно надавил на нее и я очень долго не мог засунуть душку обратно вследствие чего вот тут краску облупил и все такое так что на новые модели дужки никогда уже не выпадут болты с двух сторон но здесь тоже есть свои недостатки верхний болт если еще навряд ли потеряется а вот снизу как бы вот я закрываю дужку и болт тоже вращается вместе с ней если за этим не следите болт может распал разболтаться и вылететь у меня от было так на праве парус там тоже такая конструкция болтовая так что еще можно сказать ну остальное все по стандарту это все тот же лепс бай лепс вот надписи все по стандарту комментировать не буду все и так видно категория фильтра 3 а вот на старые модели не указано кстати категории фильтра здесь скорее всего 2 стоит судя ну как я помню по описаниям по моему 2 еще что я сделал так это здесь мы видим что пестрый заушник на самом деле я поменял местами мне нравится больше всегда пестрый заушник изначально модель пришла с черными заушниками но так как я старый образец не ношу то я как бы с него снял пестрые заушники отдел на новые а ему сюда черные поставил это оправа будет в скором времени подарена другу она мне больше как бы не нужна и вот был такой уговор что он сказал почему бы и нет как бы подарок очень даже неплохой ну в принципе тут больше ничего показывать как я уже сказал модель просто слегка обновлена не более того но качество в целом улучшена тут тут как бы сразу видно что по сравнению с предыдущей до улучшено качество даже уже вот как я упоминал футляры нового образца гораздо больше мне нравится чем старые вот в принципе цвет кстати на камере может кажется темно-синий но на самом деле он темно-фиолетовый камера конечно искажает цвета ну тут ничего не поделаешь так сейчас секунду на самом деле коллекцию от лепс оптики я пожалуй завершаю как бы больше не будет покупок потому что вот все что я оттуда купил это копия очков как я уже не раз упоминал производители жан-поль готье и вот у меня 5 оправ и больше лепс оптика не делает копий других каких-нибудь очков этого же производителя вот поэтому пока нет резона покупать уже не очень-то похоже на очки лепсовские некоторые модели которые они сейчас начали выпускать не имеют отношения чисто авторская работа а вот именно вот эти вот оправы это копии готье и это любимые очки григория лепса как он говорил готье мои любимые готье вот поэтому ну мне и самому тут дизайн нравится скажем так вот короче финальный взгляд такой на мою коллекцию 6 оправ но вот эту я подарю будет 5 получается вот у меня почти два года ушло чтобы их собрать потому что как бы очки очень даже не дешевые вот на самом деле еще есть конечно у меня зрение подсаживается может быть я буду носить вот эту но это чисто для зрения это оправа складная то есть она сдвигается так и у нее очень тонкий футляр там у дужек механизм футляр захлопываешь и дужки как бы складываются и оправа становится ультра тонкой и футляр поместится даже в карман рубашки так что оправа очень интересная вот может быть я еще ее куплю но это будет чистого для зрения туда линзы вставлю естественно с диоптриями вот пинс не кто не знает ну пинс не это так чисто на любителя я не думаю что мне это нужно на самом деле каталог далеко не полный но каждый в лепс оптики может себе найти дизайн по душе вот мой любимый дизайн это как раз копии гостье я их и всех скупил 5 копий все остальное вот это лондон это авторская работа от лепс оптики вот так же вот это авторская пинс не авторская другие там оправы тоже придумывают дизайнеры в лепс оптики так что такие вот дела вот а пока вот так вот если ло выпустит еще какую-то копию именно гостье то естественно я скорее всего ее куплю но там зависимости от того понравится мне модель не понравится но как я уже упоминал в каком-то видео мне вот именно этот дизайн нравится то есть вот всякие вот такие там спирали закорючки вот эти вот как душка идет за корючками также стиль стимпанка вот это вот болты тут все дела такой промышленный индастриал стайл скажем так видно прямо вот особенно вот это парус кстати вот здесь я как раз болт терял вот крепление такого же образца как на новый лепс баллепс вот это вообще такой полный стимпанк можно сказать вот даже вот по этим шором индастриал стайл ну здесь так винтажик и легкий стимпанк вот пружины тоже все дела короче вот этот дизайн я просто обожаю другие как-то вообще не приемлю вот мой котейка чеслер сфинкс самом деле надо еще будет обзор сделать на каждый компонент моя аудиосистема это тоже мое хобби но у меня все никак не доходит ну руки времени нет да и лень тут будет достаточно обширное видео оно может будет может его не будет как бы я давно планировал такие дела ладно короче финальное видео о лепс оптики по крайней мере на сегодняшний момент пока не будет других копий готье создана соответственно если других копий не сделают вот так в таком виде коллекции останется единственное что сейчас сейчас у лепса есть очень классная прямоугольная оправа маленькая такая тоже от производителя готье но вот почему-то в ло не хотят то ли не хотят ее делать то ли не задумывались а так как готье больше не выпускается с 80-х с 90-х это оправа стоит там по сегодняшнему кризисному курсу 30 35 тысяч рублей прикиньте вот вот представьте себе очки за 30 35 тысяч капец просто эти то не дешевые вот здесь экземпляры которые мне достались вот допустим 10 тысяч там 5 990 вот за 7 тоже вот это за 7 это за один ну как бы цены здесь премиум класса тоже но есть конечно бренды за 30 тысяч но это вообще капец короче я не понимаю в очках что там 35 тысяч платить есть только они там золотом может покрытая не знаю но пока кризис не спадет скажем так я не буду покупать готье вообще до кризиса цены были адекватные готье можно было купить там за допустим ну за сколько за 15 за 18 тысяч рублей вот эту конкретно оригинал я хотел всегда вот это лабиринт оригинал дело в том что в оригинале немножко другая форма линз которая мне больше нравится ну там незначительно вот я здесь изменил форму тоже выгнал вот эти брови раньше были как бабские пидорские очки так наверх шли сейчас я их подогнул как бы вот нормально получилось вот винтаж я тоже подогнул там тоже с бровями было немножко по пидор ну здесь не получается полностью подогнуть как бы вот она прям идет в оригинале тоже нету таких бровей я это в прошлом видео говорил что некоторые рестайлинг вызывает нарекания короче вот такие дела вам короче все пока коллекция окончена я очень рад рекомендую заглянуть в лепс оптику или вот к партнерам ювелирной золотой или 585 там очень много интересных оправ другого стиля женские очки также появились именно вот то что вот от лепса женские там модель банти модель белиссимо вот все это можно посмотреть на но вот этом сайте ладно все короче давайте до скорого может быть будет обзор на аудиосистему может не будет такие дела